Друзья, всем привет! Сегодня 6 января 2022 год, Московская область. Меня в последнее время заинтересовала такая культура, как кактусы. Но кактусы не простые, а зимостойкие, которые без проблем растут в открытом грунте в средней полосе России. Семена заказывал у коллекционера, но он их не только коллекционирует, но и собирает семена, выращивает и продает. Я у него приобрела 3 вида опунции. Это опунция компресса, опунция пинк аризона и опунция кристалл. Довольно-таки крупные семена у опунции. Затем сорт эскобария вивепара аризоника и педиокактус симпсона минор. Здесь уже семена, конечно, помельче. В этом видео я хочу вам показать, как же я высевала семена кактусов, ну и затем пикировка. Всем привет! Сегодня 8 января, Московская область. Я сейчас нахожусь в одной из своих стеклянных теплиц для того, чтобы посеять кактусы. На улице минус 10, снег по колено. Это мои первые посевы в этом году. Семена кактусов я получила 5 января. Как я уже сказала, сегодня 8 января и я приступаю к посевам. Для начала, конечно, я приготовила почвосмесь. Она у меня состоит из 50% песка, 25% дерновая земля, 20% торф, обычный без добавок, и около 5% это мелкий камень. Все хорошо перемешала. Смесь получается очень такая рыхлая. То, что нужно для посева. Также приготовила мелкий камень. Здесь он немножко, конечно, смешан с песком. Это для того, чтобы присыпать семена. Приготовила тару, куда буду высевать семена. Это горшки. Они, наверное, по 3 литра примерно. На дно заложила тоже камень. Более крупная фракция. В этих горшках очень много. И они очень большие дренажные отверстия. Поэтому, чтобы земля не уходила, я присыпала камнем на дно. Небольшой совершенно слой. Здесь уже в двух горшках я заложила эту почвосмесь. Немножко ее утрамбовала, чтобы семена легли ровно. Также подготовила семена. У меня три вида опунций. Это кристалл, аризона и компресса. Обязательно каждый сорт я буду подписывать. Хотя их и не спутаешь, но нужно будет ждать цветения, чтобы их потом различать. Но семена у всех этих опунций разные. Я подписала. Это несомневаемая красочка. Это семена компресса. Они самые мелкие из этих всех трех видов опунций. Шкурка у семян очень плотная. Все. Земля у меня влажная. Сейчас я приступаю к посеву. Семена я не просто высыпаю, а стараюсь их разложить в расстояние в 3-4 см. Чтобы когда они всходили, не была кучность. Я их перед посевом не замачиваю. Ничем не обрабатываю. Все вот так разложила. Теперь беру мелкий гравий, который у меня приготовлен, и засыпаю семена. Слой должен быть в 2-3 диаметра от семи. Обязательно надпись. Вот так. У опунции Аризона совершенно другие семена. Посмотрите, какие интересные. Они более плоские. Также у них кожурка очень плотная. Таким же образом раскладываю. Опунцию лучше сеять осенью, в зиму, или в начале зимы. Так, по крайней мере, мне объяснил коллекционер, который прислал мне эти семена. И по его наблюдению, самая лучшая схожесть у семян опунции – 2-3 летние семена. Тогда она сходит практически 100%. Часто семена всходят вместе с кожуркой семенной. Для того, чтобы она сама отошла, нужно чем-то присыпать твердым. Потому что, когда она сходит вместе с семенной кожурой, приходится от семидолей отрывать и повреждать семидольки. Чтобы этого не происходило, присыпается мелким камнем. Это опунция Сорб Кристалл. Смотрите, семена совершенно другие. Разные сорта. Семена очень сильно отличаются друг от друга. Таким же образом раскладываю. Я почему полные горшки пучвосмесью не наполняю? Потому что, когда сойдет снег, я их буду прикрывать или стеклом, или пленкой, для того, чтобы создать парниковый эффект. Чтобы семена побыстрее проклюнулись, зашли. Это все. Семена опунции. Спасибо. Итак, я сейчас вышла из теплицы. Возле нее есть приподнятая грядка. Установила на нее три горшка с семенами опунции. Это компресса, Кристалл и Аризона. И буду засыпать снегом, не накрывая ничем. Снега у нас, как видите, очень много. А уже, когда будет снег сходить, тогда я буду прикрывать пленкой, для того, чтобы ускорить процесс прорастания семян. Сейчас буду делать большой сугроб. Вот и все. Семена теперь находятся под большой толщей снега. Всем привет! Сегодня уже 10 января. В Московской области я продолжаю высевать кактусы. Вы видели, 8 января я посела три сорта опунции в открытый грунт. У меня остается еще два сорта. Это Эскобария Вивепара Аризона и Педиокактус Симпсони Минор. Это совершенно другой вид кактуса, очень отличается от опунции внешней. Высевать я буду в плошку. Я сделала здесь хорошее дренажное отверстие. Почвосмесь я буду здесь использовать точно такую же, как и для опунции. Я показывала. Сделала два рядка. И вот как раз сюда я буду высевать. У этих сортов кактуса семена очень мелкие. Они черного цвета. В каждом пакетике по 11 штук. Я просто буду брать и раскладывать их в эти бороздки. Расстояние в 1-2 см. То есть на расстоянии. Чтобы не было большой скучности. Аккуратно раскладываю. Конечно, перед посевом я слегка утрамбовала почву. Чтобы семена не провалились. Семена кактусов этих двух видов, они сеются поверхностно. И теперь эскобария. Точно такие же мелкие семена. Их 11 штучек. Только они уже светло-коричневого цвета. Вот видно, да? И таким же образом в другую бороздку я раскладываю. Все разложила. Здесь, собственно говоря, их и не видно. Так, семена я ничем не обрабатывала, не замачивала. Теперь я возьму шприц и слегка пролью бороздки. Это для того, чтобы семена просто соприкоснулись с землей. Теперь я эту плошку накрою клеенкой для создания парникового эффекта. Поставлю на коврик подогреваемый. И, конечно же, под лампу. Лампа у меня бикалорная. Температуру я создам не меньше 25 градусов, для того, чтобы семена проросли. Сегодня 13 января. И начинают проклевываться первые семена. Я думаю, видно. Вот белый корешок. Причем у обоих сортов. Здесь я посела второй сорт. И тоже семена потихоньку проклевываются. Эта плошка стоит под подсветкой на теплом коврике для рассады. И сейчас, где семена уже проклёнулись, и хорошо виден белый корешок, я засыплю чуть-чуть землей. Итак, сегодня 31 января. Прошел ровно 21 день с момента посева семян кактуса. Посмотрите, как они замечательно выглядят. Это сорт Аризона. Взошел 100%. Очень хорошая всхожесть. Прекрасные кактусята. Уже видно, что образуют пушок, иголочки. А это сорт Минор. Взошел плоховато. Из 11 семян всего лишь 5 штук. Но они все равно есть. Это замечательно. Вот здесь еще один в небо русский попал. Ухаживаю я очень просто. Эта плошка у меня стоит под лампой бикалорной. Лампа находится очень низко, чтобы кактусы не вытягивались. Они немножко, если можно видеть, даже чуть розоватые. И это хорошо, как мне объяснил коллекционер кактусов. Чтобы они немножко поджаривались. Поливаю очень редко. Видите, что у меня земля суховата. И чуть прикрыта крышкой прозрачной. С проветриванием. А сегодня уже 11 февраля. Прошел ровно месяц, как я посеяла 2 зимостойких кактуса. Это Аскобария Вивипара Аризоника и Педиакакту Симпсона Минор. Аризоника взошла отлично. Из 11 семян 11 сеянцев. Но Минор, конечно, похуже. Из 11 всего лишь 5 всходов. Но в любом случае, сегодня я их буду уже пикировать. Для пикировки я буду использовать небольшую плошку. Засыпала сюда землю. Земля покупная, специально для кактусов. Единственное, что я сюда добавила, на этот небольшой объем земли, это 3 столовых ложки песка и 1 горсть диактомита. Хорошо все перемешала. И несколько дней назад я пролила раствором аллерина. Совсем слегка. И на данный момент земля в этой плошке насухая. Конечно, здесь есть большое количество дренажных отверстий, что сделать нужно обязательно. Все. Земля подготовлена для дальнейшей пикировки. Я, насколько возможно, увеличу кадр, чтобы вам тоже было видно. Для пикировки понадобится обязательно пинцет. С ним очень удобно это делать. Берем синиц. Я придерживаю второй рукой. Пинцетом помогаю. Делаю углубление с помощью пинцета. Опускаю синиц и слегка придавливаю. Практически не заглубляю. Беру следующий. Также аккуратно пинцетом. У кактуса уже появился пушок. Так называемый, да? Колючки. Поэтому это самое время пикировать. Сейчас я вам поближе покажу. Вот так выглядит синиц кактуса. Довольно-таки большой уже корешок. На кончике есть колючки. Я приблизила еще камеру, чтобы было виднее. Беру кактус. Затем делаю углубление с помощью пинцета. Слегка синиц придерживаю. Корешок цепляю пинцетом. Вот так. И заделываю в почву. Все. Мы разговаривали с коллекционером по поводу вообще пикировки кактусов. И он сказал так, что кактус обязательно нужно пикировать. И сделать это нужно вовремя, когда уже начинают образовываться колючки. Потому что если этого не делать, не пикировать сеянцы, то они останавливаются в росте. И очень значительно. И знаете, я это заметила. Что вот сейчас они достигли вот этого размера. И они остановились. Уже они, наверное, как неделю не растут вообще. Поэтому я надеюсь, что вот после этой пикировки они пойдут в рост. И еще он советует, конечно, пикировать в сухую землю. Диатомит, почему я добавила, это тоже по рекомендации коллекционера кактусов. Он сказал, что заметил. Он их выращивает уже, конечно же, не первый год. И он заметил, что при добавлении диатомита кактусы лучше развиваются. Поэтому я тоже добавила. Насчет полива. Поливать я буду первый раз через неделю. Примерно. И, возможно, даже подкормлю. Я показывала, специально купила удобрение минеральное для кактусов. Посмотрим. Но это я проконсультируюсь сначала с коллекционером. Спрошу, стоит ли это делать или нет. Что он посоветует. Распикировала я довольно-таки быстро. Сенецов не столь много. Я уже сказала, что первый полив будет через неделю. Легкий полив. Обязательно эта плошка будет стоять под лампами, чтобы кактусы не вытягивались. Вот, в принципе, у меня на сегодня все. Следующее видео будет про опунции, которые я приобрела тоже в этом году. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока.